Сегодня под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам устранения недостатков, допущенных при подготовке к зиме, обеспечения продовольственной безопасности. Последние годы в сфере энергетики осуществлены кардинальные реформы, ведь страна поставила перед собой цель интенсивное развитие экономики. Это требует ввода новых энергетических мощностей. Так, за последние три года сдано по два новых энергоблока для Турокурганской и Тахиаташской, по одному энергоблоку на Новоийской и Ташкентской теплоэлектростанциях. Проложено новых, модернизировано и реконструировано более 25 тысяч километров сетей низкого напряжения. Установлено 8636 трансформаторных пунктов. Но количество потребителей энергоресурсов с каждым годом растёт. Осенью нынешнего года рано ударили заморозки. Установилась более холодная по сравнению с прошлыми годами погода. Случились частые перебои в подаче электроэнергии и тепла, поставках природного и жиженого газа. Эта ситуация наглядно показала, что отрасли и регионы не были готовы к зиме. Недавно выросли цены на бензин. Всё это вызывает справедливое недовольство населения. «Мне не нужны высокопарные слова и цифры. Наш народ сам в СМИ, в социальных сетях даёт объективную оценку работе руководителей на местах», — сказал президент Шавкат Миржиёев. «Как мы проведём эту зиму? На этот вопрос должны сегодня ответить все. Ни у кого нет права на отговорки», — подчеркнул глава государства. «Да, проблем очень много. Их должны решать руководители отраслей и регионов в разрезе махалей». На совещании, прошедшем в критическом духе, обсуждены меры по устранению недостатков и улучшению снабжения энергоресурсами. Отмечалось, что для бесперебойного снабжения отрасли и регионов в зимний период необходимо вырабатывать дополнительно 10-12 миллионов киловатт-часов электроэнергии в сутки. Поставлена задача обеспечить этот недостаток за счёт запуска пяти энергоблоков мощностью 900 мегаватт на Ташкентской, Севдоринской и Новоангренской электростанциях. Перебои в электроснабжении связаны в основном с изношенностью 60% распределительных сетей и ростом спроса на электроэнергию. В связи с этим указано на необходимость разработать программу по этапной модернизации сетей низкого и среднего напряжения и как можно скорее приступить к её реализации. Анализ показывает, что сегодня газоснабжение испытывает нехватку в 20 миллионах кубометрах газа в сутки. В результате давление в газопроводах упало более чем в тысячи махалей. Всем нам известно, что проблемы, связанные с газовой системой, появились не сегодня, а мучают нас вот уже 30 лет. Но никто не вправе использовать это как предлог. Нашему народу нужен газ. Большинство своевременно и честно платит за это, сказал президент. Глава государства поручил сократить экспорт газа и направить его прежде всего на удовлетворение потребностей населения. За счёт этого в регионы будет направляться дополнительно 7-8 миллионов кубометров природного газа в сутки. Кроме того, для нужд населения будет поставлено ещё 217 тысяч тонн жиженого газа. Отмечена возможность наращивания добычи природного газа, передав инвесторам 25 неэффективно работающих месторождений на основе риск-сервис-контрактов. На местах много нареканий по поводу угля. Указано, что 60 тысяч тонн угля, выделенного для населения и социальных объектов, до сих пор не доставлены получателю. Имеются также факты незаконного использования природного газа и угля. В Мубарекском районе, к примеру, на кирпичном заводе совершено хищение 4 миллионов 300 тысяч кубометров газа путём незаконного подключения к подземному газопроводу. Это объём месячного газоснабжения 8 тысяч домохозяйств. Также в этом году в результате установки современных измерителей на крупных узлах газоснабжения в 74 районах выявлено хищение 7 миллионов кубометров природного газа более чем двумя тысячами оптовыми потребителями. С учётом этого предложено ужесточить ответственность за незаконное использование энергоресурсов. Определены меры по ремонту 153 котельных и 2802 километров сетей теплоснабжения. Не секрет, что сегодня на местах отмечаются и факты расточительства. А ведь, к примеру, в европейских странах и в Германии в частности, где большие объёмы энергоресурсов импортируются, у людей давно уже налицо массовая культура потребления, стремление экономить. Потому в нашей стране также важно сформировать новое мировоззрение, чтобы люди стали более рачительными. Внедряли в своих домохозяйствах ресурсосберегающие технологии. Глава государства коснулся инцидентов, связанных с угарным газом и возгораниями. Поручено критически изучить и кардинально реформировать деятельность Управления пожарной безопасности. Министерство по чрезвычайным ситуациям усилить противопожарную профилактику. На видеоселекторном совещании всесторонне рассмотрен ещё один актуальный вопрос. Бесперебойное обеспечение населения продуктами питания и предотвращение чрезмерного роста цен на продовольствие. Хакимы областей дали соответствующие гарантии на совещании от 16 октября текущего года. Сегодня они отчитались о проделанной работе и резервах, подготовленных на ближайшие месяцы. Рассмотрена динамика цен на базовые продукты питания по регионам. Указаны области и районы, где зафиксирован рост цен в последние месяцы. Ответственным ведомствам поручено создать штабы в каждом регионе и пресекать спекуляции на рынках. Будет образована межведомственная рабочая группа для ежедневного анализа оборота цен базовых продовольственных товаров на внутреннем и внешнем рынках, текущих потребностей и спроса. Учитывая растущий спрос, в преддверии Нового года отмечена важность насыщения рынка продукции, организации ярмарок на дыхканских рынках и крупных торговых комплексах на товары по сниженным ценам. Прогнозируется, что цены на мировом рынке продовольствия будут резко колебаться. Поэтому был создан специальный фонд и выделено 50 миллионов долларов на гарантированные поставки основных видов продукции на внутренний рынок. На сегодняшний день из этих средств использовано всего 3 миллиона долларов. Ответственным лицам дано указание сформировать за счет средств фонда резерв прежде всего растительного масла и других базовых продуктов минимум на 2 месяца. Аналогичные меры будут приняты и через фонды, созданные при хокемиатах. Премьер-министру поручено координировать всю работу по обеспечению продовольственной безопасности, проводить интервенции по закупке необходимых продуктов питания на основе анализа внутреннего рынка, поддерживать при этом предпринимателей. Заместителю премьер-министра даны поручения по полному задействованию имеющихся возможностей обеспечению бесперебойного энергоснабжения населения и экономики, проведению зимнего сезона без потерь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова